Я читаю из Ветхого Завета Первую Книгу Царств. Глава первая. Был один человек из Ромафаим Цофимы, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Савоофу в селом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финия с священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенане, жене своей и всем сыновьям ее, ее и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, — Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, — Господи Саваоф, Если ты призришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Иллий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Иллий посчитал ее пьяной. И сказал ей Иллий, — Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего! И отвечала Анна, и сказала, — Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Иллий и сказал, — Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. Она же сказала, — Да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в раму. И познал Елкана, Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, — От Господа я и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, — Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее, — делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в селом. Отрак же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрака к Илью, и сказала, — О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу.